Приветствую вас, я прочитал ваш вопрос, в целом я не думаю, что то, что происходит в вашей семье, есть кризис, потому что кризис это некое такое обострение, кризис это некий такой взрыв, это некий разрыв. Вот, а у вас здесь, как мне показалось, не кризис, а такое, знаете, планомерное движение к тому, что в итоге вы получили, а получили вы в итоге то, что описываете. Значит, в первую очередь хотел бы сказать, что ответ Кудрячева Игоря Леонидовича мне кажется наиболее правильным, наиболее полным и точно отражающим то, что он... Ну, вот это с вами происходит. И, соответственно, его рекомендации, а также его позиции, я думаю, что нужно как минимум принять во внимание, а как максимум взять за основу и двигаться по ней. Что я могу сказать со своей стороны? Ну, во-первых, я вижу некую такую, если угодно, защиту у вас. Защита проявляется в форме рационализации, когда вы говорите о том, что проблема моя банальная для специалистов. А если проблема распространена, да, ну просто, если она распространена, проблема просто, если она есть, то это совсем не значит, что она банальная. То есть банальность и распространенность, банальность и распространенность, это абсолютно разные вещи. И я думаю, что здесь ключевой аспект заключается в том, чтобы вы перестали принижать себя, чтобы вы перестали обесценивать то, что вы чувствуете, то, что с вами происходит и так далее. Второе. Как мне кажется, я опять же могу ошибаться в этом, но как мне кажется, вы не хотите до конца признать наличие своей проблемы. То есть, да, проблема вроде есть, вроде бы, проблема есть, вроде бы, но мне кажется, что до конца признать ее вы не хотите. И с чем это связано? Ну, я полагаю, что это связано с нежеланием, с подсознательным нежеланием выходить из своей зоны комфорта. Вот. Которая есть у вас. Которая есть у вас. И эта самая зона комфорта защищается вами вашим самым последним предложением. Когда вы говорите, почему я хочу дарить мужчине подарки и почему я хочу что-то делать. Ответ. Ответ. Именно такой. Вы хотите что-то делать именно из-за этого. Из-за зоны комфорта. Своей зоны комфорта. Вы не можете. Следующий аспект. Это. Жизненный сценарий. Матушка Хабаб. Который я увидел у вас. В вашем тексте. Жизненный сценарий Матушка Хабаб. Вы можете посмотреть в интернете. Он достаточно подробно описан. Я полагаю, что не буду я его здесь раскрывать. Потому что, ну, не хотелось бы на это тратить время. Да, не ваше, не мое. Почитайте об этом в интернете. Я думаю, там вы найдете. Матушка Хабаб. Это то, что делаете вы. Это то, что очень повредственно происходит с вами. Это то, как вы взаимодействуете с реальностью сейчас. На данный момент. Матушка Хабаб. Что я увидел еще? В вашем тексте. Что еще я увидел? В вашем тексте я увидел некую жертвенность. То есть, куча всего, куча всего вы делаете, куча всего того, что вы делаете, все это связано, ну, вот, с постоянным жертвованием. То есть, я жертвую собой. Я жертвую, вот, какими-то своими, ну, не знаю, в данном случае я жертвую своим, наверное, здоровьем. Да, я жертвую, наверное, своим хорошим самочувствием. Вот. Ради чего? Я жертвую ради чего? Я жертвую, чтобы что? Понимаете? Вот. И я думаю, что, исходя из этого, вам и нужно уже какие-то вещи для себя открывать. То есть, самое первое, что вам нужно делать в любом случае, это корректировать свое поведение. И не делать, не делать того, что вам делать не хочется, не делать чего-то, если вы чувствуете, что будете там, ну, ожидать чего-то, ожидать какой-то обратной связи от своего мужа. Вот. Значит, так, много советов, я их никак не могу применить на своей семье. Ну, вы знаете, применять советы, советы на семье звучит как-то не очень хорошо. То есть, кто-то какие-то советы дает, да, вы, значит, должны их применять на своей семье. Ну, понятно, что вы читали какие-то форумы, понятно, что вы читали какие-то советы, но, в общем и целом, не надо. Вот если у вас голова сейчас забита всеми этими советами популярными, да, по псу, без учета вашей специфики, и плюс это, плюс это суммируется с тем, что вы обесцениваете себя, да, вот, то я могу представить, что творится у вас сейчас в голове. Еще раз повторю, ситуация не банальная для специалиста. Банальная ситуация, это, знаете, когда можно, можно, и решил. Это банально. Но таких и таких ситуаций в психологической практике почти не бывает. Поэтому, ну, да, есть, есть инсайд, конечно, безусловно, есть инсайд. Вот, но явление инсайда не такое простое, как кажется. Вот. Значит, выпишите в браке три с половиной года, в общем, пять с половиной лет вместе. До брака вместе не жили. Значит, получается, что вы вместе пять с половиной лет, и в браке вы, соответственно, три года. А два года вы были не в браке и вместе не жили. Вот очень интересно было бы поисследовать то, что происходило у вас, между вами тогда. Работал ли ваш муж в клубах? Значит, играл ли он также в игры? Употреблял ли он также алкоголь? И вообще, был ли он таким, и как вы к нему относились? На что вы рассчитывали? Чего вы ожидали? Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Вот это все очень интересно было бы поисследованию. Именно в контексте ваших ожиданий, того, что вы бы хотели. Дальше. Значит, так. В начале семейной жизни жили с моей мамой, но они не сошли с характером. И мы сначала переехали к другу мужу, а потом сняли квартиру в студию и вниз можно только в ванной. Так. Ну, тут, конечно, вы очень здорово все вмещаете в одну кучу. В начале семейной жизни жили с моей мамой. Так. По какой причине? Из-за чего? Обговаривали ли вы это как-то? Приходили ли вы к какому-то решению? Понимали ли вы оба, в частности, ваш муж, ну, вы оба, для чего это делать? Ну, то есть, какой цель вы живете с вашей мамой? Были ли знакомы, вот, собственно, ваш муж и мама до того, как вы стали жить вместе? Как они, значит, ну, взаимодействовали друг с другом, вот. Потому что, опять же, ну, тот факт, что они не сошли с характерами, ну, понимаешь, странно. То есть, я могу представить себе, да, что люди не достичь с характерами, если они, вот, знаете, случайно, вот именно случайно нас вот встретили. Или, или резко начали вместе жить. Вот это я могу понять. Да. Это, действительно, не сошлись с характерами. Да. А вас, всё равно того, что вы два года были не в браке, и вы как-то были вместе. И для вас стало откровением, что муж и мама не сошлись с характерами. Ну, это, мягко говоря, называется в исследовании. Вот. Как там всё у вас обстоят, как у вас обстоят дела. Вот. И что, и какая мама, кстати говоря. Какая мама, кстати говоря. Потому что, если вот мы, если мы принимаем во внимание то, что сказал мой коллега вам, да, то родительская позиция, она была, а, вами воспринята у мамы. То есть, такой сценарий. Вот. И чтобы, чтобы вам начать выходить из этого сценария, нужно, в том числе, и поработать над отношениями с вашей мамой, да. И, собственно, поисследовать её поведение, её, вообще, жизненную позицию на мужчин, на семью, на женскую модель поведения и так далее. Ну. То есть, в этих случаях может быть история как сценарного поведения, когда человек, ну, в данном случае вы, по сути, похож на своего родителя. То есть, он ведёт себя как родитель, он делает, по сути, то же самое всё, что и родители, и, в общем и целом, ничем от родителя это не отличается. Вот. Вот. Или это антисценарий, когда такой, точнее, контр-контр-контр сценарий, когда противовес. То есть, вот моя мама, например, пока я буду такой, назло, например. Ну, или и страх, или назло. Как правило, и страх. Да. Дальше. Как, каковы субъективные причины, условия, субъективные, то есть, связанные с вами, для того, чтобы жить не в своей квартире. Да. Ну, то есть, чтобы вот, чтобы, чтобы вам, да, жить не в своей квартире. То есть, чтобы вы жили, ну, не у себя. Вот. В наших, в наших, каковы, вот, субъективные причины для, то есть, знали ли вы, что, а, ваше, такая история происходит. Знали ли вы, что, вот, вам придется жить на съемной квартире? Как вы оба к этому относились, к тому, что придется жить на съемной квартире? Ну, вот это вот все тоже нуждается в проработке. Вот. Именно, именно, субъективные, субъективные причины для подобных вещей. Да? Хорошо. Ага. Дальше идем. Дальше. Значит, так. Сняли квартиру в студию, уединиться можно только в ванной. Да? А, уединиться... Зачем? То есть, как-то это странно, на мой взгляд, брать квартиру в студию, но при этом писать, что в ней можно уединиться. То есть, как правило, квартиру в студию берут как раз тогда, когда уединиться-то не хотят. Как раз. Или нет. Как вот обстоят дела у вас с этим? Согласитесь, противоречие, ну, на мой взгляд, возникает... На мой взгляд, возникает противопротиворечие. Вот. Это то, что я могу вам сказать. Ну, опять же, опять же, опять же, опять же, опять же, исходя из того, что вы, собственно, пишете. Да, опять же, исходя из того, что вы описываете. Да? Дальше. Идем. Мы сработаем в клубах. Дельная оплата. То будет, то будет. Опять же, ваши отношения к этому. Ожидание и отношения с субъективной, так сказать, оценки. Субъективная сторона. Да. Я сейчас заканчиваю обучение. Третье по счету. Работаю в новом месте. Пять на два. Сделаю с графиком временным. Так. Я сейчас заканчиваю обучение. Третье по счету. Ну, пусть вам не покажется странным мой вопрос, но с какой, собственно, целью вы, третье обучение-то проходит. Вы заметьте, да, муж ваш, ни одного обучения, как я понял, то есть там, пытался учиться, пытался учиться, но у него не получилось. Да? Вот. А вот, третье. Вот с какой целью вы учитесь? Ну, не знаю, вы делаете, вы делаете это для себя или вы делаете это еще по какой-то причине. То есть мне кажется, что нужно с этим тоже обязательно разобраться. Вот. И работать вы еще, скажем так, что опять, опять на два. То есть опять это вызывает вопросы. Ну, если тяжело, так, для чего работать-то так? Если вы работаете на новом месте, значит, с предыдущего места вы уволились. И у этого тоже есть свои причины, я полагаю. Ну, опять же, субъективные, да? Субъективные причины. Вот. С этим мне, кажется, тоже нужно разбираться. В доме на мне уборки, готовки, стерки, глажки, стандартный набор. Субъективные. Опять сторона. Это же не сразу возникло, не сразу. Вы взяли это на себя добровольно. Изначально. Добровольно. По какой причине? Чего ожидали? Чего хотели? Понимаете? Вот что важно. Вот что важно на самом деле. Понимаете? Дальше. У мужа спортзал. Опять же, как вы к этому относитесь? Игры в телефон и приставку. Как вы к этому относитесь? И какая у этого парадигма временная, да? По большому желанию он может приготовить что-то, вынести мусор, когда из выбора выпадает все. Это уже явные претензии. То есть, по большому желанию он может приготовить что-то, а вы, когда его выбирали и когда, собственно, собирали семью строить, вы на что рассчитывали? Что он будет лучше и лучше готовить, больше готовить? Вот. Вынести мусор, когда из выбора выпадает все. А, опять же, чего вы ожидали? При большем давлении вымут посуду. Один раз в неделю. Тот же вопрос. Возраст. Ему 31, мне 32. Детей нет. Могут быть только при помощи врачей и... Так, стоп. При помощи врачей. У кого-то из нас проблемы со здоровьем. У кого? Как это влияет на вас? Как это влияет на партнера? Какое у вас отношение к этому? Как вы для себя этот вопрос решили? Когда узнали? Как пережили? Как он пережил? Как вы пережили? Если раньше я хотел ребенка. Для чего? Чтобы что? То сейчас я понимаю, что не справлюсь, раз не могу найти общего языка с мужем и выстроить нормальный вклад в семье. Ну, я думаю, что понимаете, вы-то справитесь. Вот серьезно. Зная вас, зная вас, вы справитесь. Это на самом деле одна из системных проблем. Вы справитесь? Вы действительно справитесь с чем-то, если проблема будет. Я вам серьезно это говорю. Вы справитесь, потому что вы производите впечатление сильного, целеустремленного, упорного человека. Вот. И именно поэтому у вас такой мужчина. Собственно говоря. И не можете вы найти общий язык с ним, потому что вы конкурируете. На уровне поведения, на уровне каких-то подсознательных ролей. Вы конкурируете друг с другом. Вы боретесь, вы, как правильно вам сказал мой коллега, подавляете его. Может быть, это мой переходный возраст. Нет. Переходный возраст, знаете, подростковый возраст. Переходный. У вас может быть кризис среднего возраста. Но на кризис это не похоже. У меня скопилось много-много претензий к своему мужу. Как деликатно, мягко, чтобы было не обидно, не мог бы... И он смог бы поднять мои слова и сказать. Значит, ответ на этот вопрос такой. Нет правильных слов, чтобы сказать кому-то, кому-то о чём-то. Нет правильных слов. Если человек готов слушать вас, он будет слушать. Если человек не готов, он слушать не будет. И как бы вы слова не подбирали, что бы вы не говорили, толку от этого никакой разницы не будет. Абсолютно. Поэтому не нужно держать в себя иллюзией, что если вы каким-то волшебным образом подберёте слова, то это его не обидно. Опять же. Что значит, чтобы было не обидно? Ну что это вот такое? Это что, ребёнок какой-то? Больной какой-то? Неуравновешенный какой-то? Несчастный, что ли, переживший трагедию, что ли? Откуда такой страх обидеть мужчину? Более того, мужчинам полезно обижаться на обиды, это стимул к росту. Раз вы о нём так заботитесь, раз вы над ним так трясётесь, что вот, вот результат. Поэтому мужчину обижать нужно. Ну, естественно, в меру и ровно на столько, на сколько это необходимо, не скатываясь до каких-то оскорблений, там, издевательств, издёвок, иронии, объяснения, принижения и так далее. Вот. Что сказать? Говорить нужно о своих чувствах. Элементарно. Опять же, то же самое, что сказал мой коллега, только немножко более подробно. Я устала, я хочу отдохнуть, мне хочется, там, чего-то вкусного, мне хочется, чтобы за мной поухаживали, там, дорогой может мне принести то-то, то-то, дорогой может сделать для меня то-то, то-то. Вот так нужно говорить. И всё, всё. Без всяких «ты». Далее, он ко мне остыл в интимном плане, хотя я всё так же служил за собой, соблазняю его, секс стал быстрым и редким раз в неделю и по какому-то принуждению, что ли с моей стороны. Ну, во-первых, по принуждению с вашей стороны нужно исследовать, что именно происходит по принуждению с вашей стороны, а также, что именно вы подразумеваете под словом «быстрый секс», тоже нужно исследовать. Во-вторых, если мужчина к вам остыл, то это означает, что делал здесь не во внешнем виде, а в ваших ролях. Ну, опять же, здесь сказал мой коллега, что вы занимаете родительскую позицию, что для него делаете, вы его эго подавляете, с ним подавляете либидо, соответственно, реклама отцу не может воспринимать вас как женщину. Здесь апеллировать нужно к модели женского поведения, актуальной и приемлемой именно для вас. Какой, по вашему мнению, должна быть женщина? Как, по вашему мнению, она должна себя вести? Что вы, по вашему мнению, для этого делаете? Вот примерно на такие вопросы нужно отвечать. Я думаю, что смените вы свое поведение, дадите мужчине больше шансов, больше бонзора. Да, через определенные кризисные состояния, даже через определенные неприятные моменты. Но, но, мужчина должен столкнуться с определенными для себя последствиями. Без этого никак. Дальше, эээ, все, что касается семейного бюджета. Здесь, на самом деле, нужно решать все достаточно откровенно. То есть, какой у нас с тобой семейный бюджет? Какой бы ты хотел семейный бюджет, дорогой? Спрашивайте вы у своего мужчины. Если бюджет общий, то хорошо, но мне из общего бюджета нужно то-то, 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 то-то. Необходимо просто. Да? Или давайте говорим, какая сумма должна оставаться в бюджете. Ну, то-есть, на карте кредитной, например. Вот это все нужно исследовать. Тут, как бы, нет, опять же, вариантов. Да? Можно, конечно, поизучать, значит, с чего начались вопросы. И поговорить об этом сумму. То есть, сказать, например, что меня задевают эти вопросы, или ты считаешь, что я там сращу много денег, или что-то еще. Вот со всем этим нужно разбираться. Я понимаю, что вам легче, но как легче, то, что легче, не всегда... Правильно. Далее, он встанет делать покупки. А встальные покупки, в частности, приставка и обман, это, по сути, то же самое баловство, что и пиво. Ну, понятно, менее безобидно, но, тем не менее, баловство. Что такое баловство? Это отсутствие собственной значимости. Мужчина не чувствует себя свободным, и в итоге делает такие вещи, зная при этом, что вы, скорее всего, не одобрите ни то, ни другое из того, что он делает. Мужчина не чувствует себя значимым, не чувствует, что от него что-то зависит, ну, на достойном уровне, и из-за этого так себя ведет. Далее, значит, тут разговаривать бесполезно, тут только менять свою модель по видео. Модель по видео. Так, значит, вот вы спрашиваете, это покупка не первой необходимости ведь так? Не совсем понятно, с какой целью вы это спрашиваете. Для мужчины она была важна, но это первая необходимость. Уважайте его выбор. Но, уважая его выбор, позволяйте ему внести полную ответственность за этот самый выбор. При наличии неоплаченного налога на машину, скорого окончания страхования опять на машину и приближающегося платежа за съемку квартиры. Очередная ответственность, кто за это платит? Если вы, чего ему париться? Вы деньги найдете. А если он? Ну что ж, пусть он сам за это и отдувается. Дальше, алкоголь. Про алкоголь я сказал. Алкоголь это то же самое. Это не свободе, это отсутствие собственной значимости и отсутствие ощущения, что я на что-то способен. Ну, образно выражаю. Отсутствие, значит, стремления, развития, поддержки. Стремления, развития и поддержки. Момент, конечно, интересный, то что вы пишите. Но, опять же, изучать этот момент нужно исключительно исходя из того, как было раньше. То есть, если мужчина никогда не хотел куда-либо стремиться, чем-либо вас поддерживать. А, так, что вы еще писали. Развитие. Оно взялось. Что с какой статию он должен это делать сейчас? А если он когда-то хотел что-то делать сам, то что ему помешало? Какую роль в этом играли вы? И какие последствия мужчина понес за то, что перестал к этому стремиться? Пока выглядит так, что вы просто требуете от своего мужчины того, чтобы он был кем-то, с учетом того, что выросли вы. То есть, вы изменились, вы поменялись, вы требуете, чтобы и он менялся. И он, как бы, ну, рос, да. Это так не работает. Условия отношения, это безусловное принятие друг друга. Мужчина вас, вроде как, безусловно принимает, ну, по крайней мере, пока. Вот. А вы нет. Вы нет. И отсюда ваши не удовлетворены. Не удовлетворены. Далее. Мы пять лет в отношениях. У меня была возможность пристроить его в институт. Но что значит пристроить? Что значит пристроить? Он хотел в институт сам или нет? Он даже приучился два курса с моей поддержкой. Я писал за него работы курсовые и прочее. Но и все это за учеба такая. Она не... Все это за учеба такая, когда вы пишете за человека курсовые там и так далее. И считает это учеба? А что делал он сам? Самое главное, чувствовал ли он ответственность? Чувствовал ли он, так сказать, пульс того, что он делает? Чувствовал ли он, что дело или что-либо зависит от него? Не потому ли он играет в приставку и в игры и пьет, а значит это то, что от него зависит, а все остальное вы взяли на себя? Так. Значит, что он бросил в последнюю ссору с мамой? Ну понятно, это... Это просто пред... Предлог. Объяснить, что ему не интересно и не надо. Как вы это восприняли и с какой стати вообще начали наставлять его учиться? Далее, он как работал в клубах, так работает. А должен... должен... должен работать где-то еще? Аноним. Какой стати? Его все устраивает. Ему все нравится. Зачем? Мотива что-либо менять. Вы у него не создаете. И... и зачем? Дальше. Что дальше? Это вопрос хороший. И вопрос это скорее к вам. Что дальше будете делать вы. А что мужчина будет делать, это его личный... личный... личный выбор. Он даже и кредит не может взять, так и работает неофициально. А должен брать кредит. Должен работать официально. Кому? Все только звучит красиво. Хочу машину, хочу квартиру, хочу ребенка. А где ты возьмешь? А это деньги? Машину. Вот понимаете? Если у вас чувствуется, что это просто прицелили начинается. Самому мужчину. Я вас понимаю, но это деструктивный путь. Понимаете? То, что вы позволили себе поверить в красивые слова, это ваше право. То, что вы позволили себе поверить в мужчину, судя по поступкам, а не по словам. Поэтому, извините, если вы поверили мужчине на слово, это ваше ответственность. Это ваш выбор. И кроме того, он говорит, хотеть чего-то не значит это приобрести. Не значит купить. Я уже молчу о том, что кредит сам по себе это уже деструктивная модель. Так, где ты возьмешь на это деньги? Оставьте ему. Оставьте за ним. Это право. Оставьте за ним решение этих вопросов. Но при этом мотивируйте его ровно на столько, на сколько это нужно вам. Машина, но есть она у нас. Купили на деньги с продажей моей машины и собраны на свадьбе ездят. Опять же мы пишите, как будто вы недовольны. А что вы хотели? Вы хотели что-то по-другому? Вы хотели чего-то другого? Допустим. А что для этого сделали? Дальше. Что делаю? Я страховку, я оформлен на него. Ну так, а кто заставлял это делать ваше ТО? Кто заставлял это ваше страховку делать? Понимаете? Это же ваш выбор. Ну раз это ваш выбор, то мужчине что остается? Квартиру. Но ты ведь не нашел общего языка с моей мамой и живем мы в темной студии и плачу за нее опять жилья. Все это выбор. Какое отношение квартира имеет к маме? Это вопрос нужно было решать до брака. О чем я вам говорил. Если отношения с мамой плохие, вопрос жилья решаться должен был до брака. Или вы сейчас осознательно шли на то, что вы, что без квартиры. Ну, что вы без своей квартиры вы. Я нигде не видел, что мужчина обещал вам, что он купит квартиру. Ну, вашу собственную. А то, что вы решили сплатить за съемное жилье, это ваш выбор. Кстати. Кстати. История с приставкой выглядит очень интересно. Мужчина говорит вам, что приставку взял поиграть. Хорошо. Но при этом в веб-приложении остается история переписки с продавцом. Отсюда возникает вопрос. Мужчина знал, что вы посмотрите переписку? Скорее всего. Хотел, чтобы он увидел, чтобы вы увидели ее? Скорее всего. Вопрос. Для чего? Так. Наш ребенок. Мне предложили ЭКО по квоте. Ура! Кричит мой муж. Хлопает в ладоши. Ну, гормонами пичек от меня будут. Декрет. Я пойду задоржать, кто будет. Так. А опять же. Опять же. Это ваши претензии. Но что вы сделали для того, чтобы мужчина был самостоятельный? С вами. Ведь он не справился за 5 месяцев с моей безработицей. И загнал в семью долги, с которыми еще не расплатились. Не справился за 5 месяцев с моей безработицей. А как вы вели себя в это время? Откуда долги появились? Как вы отреагировали на то, что мужчина не справился с... Ну, вот, правда, с чем справился, не понятно. Но, тем не менее. Поддержки тоже нет. Я сейчас... Ну, это вот матушка Хабар. Это я об этом. То есть вам нужно просто исключить из своего образа жизни все это вы делаете для него. Все это делаете для него исключительно. Делать только для себя. Так. Для чего... Для чего мне такой партнер? Потому что другой партнер либо будет с вами ссориться постоянно, либо вы будете постоянно на нервах, постоянно будете бояться, что он уйдет. А этот партнер, он целиком и полностью от вас зависит. Поэтому с другим партнером вы просто отношения не построите. Вы же не думаете анонимно, что вы случайно именно с этим мужчиной сошлись? Нет? Нет. Почему я все... 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 Все же держу за этого человека? Так. Это ваша... Ваша зона комфорта. Вполне вероятно, что вы не хотите быть одна. Вполне вероятно, что вы на подсознательном уровне понимаете, что... Другие отношения вы не построите и держитесь за... Того, кто... По сути... Как бы... Какой бы ни был, но он... Свой. Знаете? Вот так. Вот так. Близкий человек с вами это отражение вас. Это отражение того, как вы относитесь к себе. Обманывайте себя, не любите себя, обесценивайте себя, относитесь к себе пофигистично, зомбируйте себя, стремитесь к самоуничтожению. Это все об этом. Ваш партнер, это отражение вас. В нем все те качества, которые... Которые в себе вы подавляете. В том числе. Эгоизм, это то, что хотите вы, но то, что вы себе запрещаете. Алкоголь, соответственно, игры. Это детская позиция, которая у вас задушина на корню. Там... Пассивность, безответственность. Это то, что вы хотели всегда, но то, что себе запрещали. То, что возможно, ваша мама вам запрещила. И так далее. Понимаете? И по итогу, по итогу. Вариантов, то у вас, на самом деле, всего лишь два. Первый вариант, это если вы скажете, скажете своему мужу, что у нас кризис в отношениях, давай оба работать с психологом и будете это делать. Либо, либо вы будете постепенно менять свое поведение, постепенно отстраняться от мужа, то есть взаимодействовать с ним так же, как вы взаимодействовали, просто меньше для него делать. Перестать жертвовать собой. И смотреть на его реакции. Если он вас любит, он будет меняться. Если он вас не любит, вы разойдетесь. Вот, в принципе, и все. Но даже если вы разойдетесь, вам все равно какая-то помощь в коррекции, в корректировании своей модели женского поведения все равно потребуется, чтобы вы не повторили тот же самый сценарий еще раз. Понимаете? Вы выживаете, по сути, только благодаря тому, что ваш муж это ребенок, а вы родители. Вы выживаете, по сути, только потому, что в нем есть все то, что вы хотите видеть в себе. Но что вы себе запрещаете. И поэтому вам хочется это поощрять. Поэтому вам хочется как бы это стимулировать, что вы делаете с подарками своим отношениям и пожертвованием. Ведь это то, чего вы хотели для себя. Это то, чего у вас, скорее всего, не было. Понимаете? Но вы себе запрещаете, а в другом это поощряется. И в итоге замкнутый круг. Потому что, когда вы занимаетесь спасательством, а вы своего мужа, по сути, спасаете, вы жертвуете собой. И раздается неудовлетворенность. Но вместе с тем и болезненная зависимость от того, что вот когда, ну, я вижу мужа, вижу как он, мне так не нравится, я вот таким, мне это в нем привлекает. Да, он себя любит, вроде как. Вот. Ну и все. Это болезненная зависимость. Поэтому больше внимания вам нужно уделять себе. И последовательно, по-взрослому, отстраняться от мужа. Не игнорировать его, общаться с ним. Так же, просто меньше для него делать. Меньше на сколько, на сколько вам будет комфортно. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.